Система ОСМС начала действовать в Казахстане ровно две недели назад. Это значит, что теперь жители страны будут получать не только высоко квалифицированную медицинскую помощь, улучшится и качество обслуживания. Это на словах, как на деле. Мы решили проверить, мой коллега Марк Брюшко попытался прикрепиться к поликлинике и узнать, какие процедуры он может пройти в рамках системы социального медстрахования. Получилось ли у него что-нибудь или нет? Подробности далее. Система ОСМС уже начала работать, но у жителей страны еще есть возможность выбрать медучреждение, где они хотят лечиться. Нашим гражданам дается возможность до 1 апреля, тем, кто еще не определился со статусом, кто не актуализировался, кто не прикрепился к поликлиникам, им надо будет это все осуществить. Получается, январь, февраль, март дается возможность нашим гражданам выбрать поликлинику по территориальному признаку. Но если вы хотите выбрать другое учреждение, по словам спикера, тоже можете это сделать. Мы провели эксперимент, решили прикрепиться к ближайшей от нашей работы поликлинике. Однако в ответ на просьбу в регистратуре услышали вот это. Подождите, а о чем только что говорил спикер? Странно, может быть здесь уже превышено максимальное количество прикрепленных пациентов, хотя думаю, об этом бы сказали. Ну да ладно, хотя бы узнаю, какие можно пройти процедуры, если прикреплюсь к медучреждению. МРТ, я хотел пройти, вообще что бесплатно сейчас? Бесплатно, да, на данный момент анализы направляют, которые через участковый врач. Это вы после посыпения участковому врачу подойдете, осмотры сделаете, и дальше вы прибыли. Специалисты, анализы вы хотите сдать. Остами в данный момент, до марта, там время дали еще. Полностью еще не работает по Остами. Не работает полностью, но не может же специалист в регистратуре ошибаться и здесь. УЗИ, МРТ, что из этого станет бесплатно по ОСМС и с какого числа? Тоже, по-моему, с первого января, да? Нет, с первого января, потому что закон уже вступил в силу, и обязательно социальное медицинское страхование началось. То есть мы условно всех граждан республики считаем условно застрахованными. И в любом случае они имеют право на весь спектр медицинских услуг. И тот вопрос, что вы говорите про дорогостоящие виды исследований, в том числе тоже они имеют право. А обратимся в другую поликлинику. На этот раз едем на правый берег. Пытаемся прикрепиться там. В любую погоду, в любую болезнь будете приезжать сами сюда. Вот на таком условии только. Но опять же с разрешением руководства. У нас сейчас, мы, своего хватает. Просто как, вызов на дом не будет. Любая температура, любой, как себя чувствуете, скоро трещат, врачи. Вот наши, прям, к вам не поедут. Получается, в двух поликлиниках нам говорят абсолютно разные вещи. Здесь, кстати, все разъяснили как надо. Правда, после этого нам снова посоветовали обратиться в другое медучреждение. Быть может, дело в том, что пока не весь медперсонал полностью понимает, как работает система ОСМС. Сейчас специалисты Фонда социального медицинского страхования стараются исправить эти недопонимания. В любом случае, лучший способ узнать об ОСМС – изучить все самому. Для получения более подробной информации вы можете позвонить в колл-центр по номеру 1406. Марк Брюшко, Ерлан Урысбаев, Хабар, 24.